В Актюбинской области завершилась посевная кампания. Даже несмотря на дождливую погоду, аграрии успешно справились с трудностями. Общие посевные площади в регионе превысили 720 тысяч гектаров. Важно подчеркнуть, что основной зерновой клин располагается именно в Атикибийском районе. И местные хозяйства засели все залпанированные площади. В частности, одно из формирований, чьи поля находятся неподалеку от райцентра, села имени Тимирбека Жургенова. Исторически хозяйство из советских времен существует. В 1998 году мы реорганизовались в статус товарища с ограниченной ответственностью. Мы с тех пор занимаемся растеневодством. Наш основной вид деятельности – получение пшеницы. При этом для обеспечения кормами населения, в частности своих сотрудников, кормовые культуры сеем. Рядом находимся в поле суданская трава, масличные культуры. И в основном пшеница мягкая, и на парах сеем пшеницу твердую. Наша основная методика – соблюдать все обороты, все агротехнические мероприятия. Я категорически противник глифосатов. То есть с сорняками мы боремся механически. И почти за четверть века можем есть чем гордиться. Наши поля абсолютно чистые. Вот сейчас проезжали. Мы не имеем сорняков ни из лосных, ни однолеток. По однолеткам что-то бывает. Мы их обрабатываем мягкими герлицидами, без применения глифосатов. В данный момент мы находимся на поле, засеянном пшеницей саратская 55. Но посеяна она уникальным методом. Мало кто его практикует. С 2008 года мы эту методику практикуем. Это называется подзимний сев. Ни в коем случае не озимый. То есть осенью, в период устойчивых морозов, мы засеваем эту культуру. И получается принцип сверхраннего сева. В апреле месяце уже начинает прокрываться и всходить. Да, какой-то там период вегетации оттягивается. Но зато пшеница успевает получить влагу за счет весеннего-зимнего накопления. И результат налицо. На сегодня на наших посевах кущение уже как минимум порядка жизнеспособных по 4 стебля. Но это какую-то гарантию дает о том, что мы получим нормальный урожай. С землей надо работать, подчеркивают фермеры. Только таким способом можно получить хороший урожай. В формированиях успешно применяют разнообразные агротехнологические методы для получения хорошего урожая. В первую очередь механическая обработка. Земля, конечно, любит механическую обработку. Как я уже сказал, по астрицам, по вот этим злостным сорнякам, без применения гербицидов, без применения тем более глифосатов. Мы обрабатываем механически. Ни на одно поле не заходим. Если там хоть какая-то малейшая кулига есть, у нас впереди, как вы сегодня видели, впереди всех сейных агрегатов ходит один кировец, в ущерб севу ходит, культивирует КП 3,8 сборонами, крест на крест вычесывают сорняки, и только после этого мы заходим. Это многолетняя, она, конечно, очень затратная. Многолетняя работа дает свои результаты. Можете посмотреть, где вы нас с лица не увидите, как и других злостных сорняков. Общая площадь порядка 14 тысяч гектаров. Из них, в соответствии с его оборотами, порядка 25% мы оставляем на пар. Однозначно 25% пар. Без пара мы не получим никогда хороший хлеб. Кроме этого еще зят пашим. Ну и основной клин, как я уже говорил, это Саратская 55, мягкие сорта пшеницы, твердый и кормовый. Пассофлору технической культуры тоже 7. Пассофлору порядка 600 гектаров у нас сейчас в бассейне. Из них 400 гектар мы купили элиту. Два сорта, 4 тонны одного, другого сорта. Будем экспериментировать, какой получше, тот будем оставлять, какой поменьше урожайность. Будем выводить со формы тоже 7. Важно отметить, что сельхозформирование в числе передовиков района по выращиванию зерновых и других видов культур наравне с хозяйствами, действующими в приграничных с Костанайской областью территориях. Все это плоды кропотливого труда, отмечают аграрии. В прошлом году мы получили 7,4 сантиметра с гектара. На фоне других хозяйств в районе, не буду говорить, если не ошибаюсь, после Бориса Павловича мы, наверное, на втором месте были, при том, что в среднем урожайность была значительно ниже по району. Все это благодаря тому, что мы выполняем все агротехнические мероприятия, исторические, которые были, как говорится, в историю внесены нашими отцами и дедами. Вот, обработка, механическая обработка почвы. Как я уже говорил, это пар, это предпассивная обработка, это закрытие влаги. Ну и, конечно, по возможности, максимально пашем зяблевую спашку, безотвальную плоскорезную, производим безотвальную спашку. Ну, кроме этого, еще определенные моменты есть, как я уже говорил. Мы сеем только лапчатыми сеялками, только с СС-2А1, никакие там дисковые и прочее. Я не говорю, что никому не надо этим делать. Тем не менее, мы сеем только лапчатыми сеялками. Смысл в чем? В том, что, закрыв влагу весной, мы провоцируем сорняк, а во время сева, без применения какой-либо химии, лапчатыми сеялками полностью подрезаем спровоцированные сорняки. Таким образом, первое поколение убили бигами там, боронами, второе поколение мы вырезаем полностью лапчатыми сеялками. А третье поколение, если оно появится, мы уже мягкими гербицидами, без применения глифосатов, а в верхнем прополке приведем порядок. Фермеры подчеркивают, что сложившаяся в текущем году ситуация с осадками очень благоприятная. Формирование выступает против сверхраннего сева, на что есть веские предпосылки. Прогнозы дела неблагодарные, но есть надежда на хороший урожай, которого уже не было порядка двух десятков лет. В 97-й и 99-й. В 97-м порядка 18 сантиметров с гектара, в 99-м 16-17 сантиметров с гектара получили мы по нашему хозяйству. В реальности нынешних условий достичь подобных? Да, если будет дожди в районе, скажем, с 20 июня по 10 июля в этой фазе, когда, я говорю, что в преддверии бурной вегетации, если в это время пройдут дожди, если, даст Бог, влага соединиться, вполне возможно, что хороший урожай, который около 20 лет мы не получали, даст Бог, мы получим. На сегодняшний день я бы сказал так, что у нас нехорошая ситуация, а отличная ситуация. Запас влаги прекрасный, сроки сева относятся на более поздний, а это очень благоприятно. Я не приветствую ранний сев. Открытым текстом скажу, что посевы 5 мая никогда не будут лучше, чем посевы 5 июня. Фаза жары у нас попадает с 20 июня где-то по 10 июля. Самая мощная жара и длинный день еще, и высокие температуры. В это время с посевы, которые посеяны до 20-25 мая, у них происходит период бурной вегетации. То есть трубкование выбрасывает колос, и в это время получается слишком сильный влагодефицит, и атмосферная засуха, она отрицательно сказывается. Те же посевы, которые посеяны, скажем, там 5, к примеру, июня, вот, в период бурной вегетации, фаза бурной вегетации попадает уже после 10 июля. Соответственно, ночи чуть-чуть подлиннее, дни чуть-чуть, хоть и там 35 градусов, но это всего 4-5 часов в сутки. Ночью уже бывает роса, температура там 12-10 градусов, соответственно, растения себя чувствуют гораздо лучше. Поэтому сроки сева, то, что сейчас относится, так как вы задали вопрос прогноза, сроки идеальные, получается, сдвинулись мы немножко попозже. Всегда мы боимся попозже севы, почему? Потому что влага уходит. В этом году мы этого сказать не можем. Дожди прекрасные прошли, то есть влагу не потеряли в теплую, прогретую, влажную почву, ну, лучше не придумаешь. Что будет дальше, одного богу известно. А пока что ситуация не просто хорошая, отличная. Что касается обновления парка сельскохозяйственной техники, то у руководства формирования здесь также свои методы, исключающие приобретение тракторов и агрегатов из дальнего зарубежья. Мы приверженцы тракторов К-700 кировских. Эти трактора мы реставрируем, ремонтируем, капитальный ремонт, разбираем полностью до полурамы и своими руками ребята собирают вплоть до зачистки, до металла, грунтуют, красят и начинают собирать на него новые запасные части. Новый двигатель приобретаем, мосты, коробки, радиатор, редуктор, не говоря уже про резиновый аккумулятор, все собираем новое. В результате Кировец вот в этом году, в частности, он обошелся нам порядка 27 миллионов. Если покупать новый, он порядка, если не ошибаюсь, под 8-70 чем-то, около 80 миллионов стоит. Но, если честно говоря, о российской и постсоветской технике, то сборка на заводе, ну она ничуть не лучше, мягко скажем, ничуть не лучше наших, которые ребята для себя собирают. Они там каждую трубочку, там изоляцию делают, умягчение делают, фиксацию делают. Ну вот вы видели сегодня, даже благоустройство у нас кожезаменителем и варсонитом кабины даже для себя они отделывают. Вот, поэтому мы сторонники ремонтировать старые трактора, приводить их в состояние новое. При этом нужно сказать о том, что мы никому в новой технике заложено и утилизационный сбор, и налоги, и самое главное, заработная плата тех, кто его там в Российской Федерации или в дальнем сбежи собирает. А мы оставляем заработную плату здесь. Наши ребята в спокойном режиме, в спокойном ритме, с декабря по апрель месяц собирают практически новые трактора. Но, повторяюсь, цена его как минимум 30% от нового. И вот они с удовольствием работают, показатели хорошие делают. Зимой обеспечен работой. Вместо того, чтобы иностранным гражданам, иностранным ребятам, которые на заводе собирают платить зарплату за собранный новый Кировец, мы платим зарплату своим ребятам, своим механизаторам. Во-первых, зарплата остается, во-вторых, они для себя собирают этот трактор. Каждый там болтик знает, каждый чем это дышит. Общий фонд оплаты труда за май месяц 23 миллиона. При этом, я должен сказать, что у нас сминусовать надо почти миллион 400. Это сторожа. У нас только 12 сторожей. Ну, потом инженер-технические работники, которые на окладе сидят. А основная зарплата приходится на механизаторов. Сегодня мы, вчера, вернее, утвердили, за гектар сева 780 тенге, а 760, извиняюсь, 760 тенге за гектар сева. Плюс у нас закрытие влаги на май месяц попадает, плюс культивация отдельных полей предпосевная. Заработная плата, сами понимаете, 23 миллиона. Из 95, скажем, человек убрать 12 сторожей нетрудно посчитать. Хороший механизатор получит, ну, чуть больше миллиона. На 15 тракторов основную заработную плату надо поделить на 15 тракторов на 30 механизаторов. Достойная оплата кропотливого труда хороший подспорь для работников. Все они местные проживают в райцентре. Более того, даже действует преемственность поколений. В частности, по стопам отца пошел 29-летний Алмаз Кожымбаев, который уже пятый год работает в формировании трактористом. В Алмазе семья, трое детей и глава семьи успешно справляется с ролью главного добытчика. Зарплата у нас хорошая, за месяц неплохо зарабатываем. Зачем ехать в город, если здесь хорошо платят и без задержек? Условия труда достойные, работаем круглогодично. Зимой технику ремонтируем, так что есть круглогодичный доход. В текущем году ожидаем хороший урожай, что также скажется на наших доходах. Также вблизи райцентра пассивные работы завершило еще одно формирование. Аграрии успешно применяют различные агротехнологические методы. В частности, ведется авиаобработка наделов от сорняков. Фермеры вспоминают, что хороший урожай был в 2016-2017 годах. В среднем брали по 8-9 центнеров с гектара. В хозяйстве надеются, что и в текущем году ситуация не только повторится, но и улучшится. Зерновые где-то 8 тысяч, масличные 4 тысячи, общая площадь где-то 12 тысяч гектаров. По технике? По технике у нас 4 бюлера пассивных комплексов, сеять 4 комплекса, потом вот Масей пассивной комплекс с сейлками точно высева. По цону засеяли где-то полторы тысячи, потом К-700 сеять. Новый комплекс взяли, как бы финанс, как бы, ну, кредит. Комплекс анкерный, хороший, Амазон. Процесс пассивной проходит хорошо, потому что закрытие влаги сделали на всей площади, закрыли влагу. Химпрополку сделали почти что, почти что где-то 80 процентов обработали предпассивной химобработки. Ожидаем хороший урожай, хороший урожай ожидаем. А в прошлом году как было? Ну, в прошлом году тоже, тоже ничего так, взяли по где-то 3,8 в среднем. Ну, это хорошее урожай, потому что мы зимой закрытие, а что, снегозадержание делаем. В этом году, в первый год, ну, где-то 8 тысяч сделали, снегозадержание, это зима, зимой. И из-за этого вот влага, тоже зимняя влага, вот, и вот еще весенняя влага добавил, вообще хорошая влага. Важно подчеркнуть, что в период пассивной аграриям оказывалась весомая государственная поддержка. В частности, горюче-смазочные материалы реализовывались по 184 тенге за литр, что меньше рыночной стоимости. Было обработано порядка 13 тысяч тонн семян зерновых. Пассивным работам привлекли 120 тракторов, 38 пассивных комплексов, более 50 грузовых авто. Также было задействовано свыше 500 человек. По Итикевскому району в общем, по 7 тысячам площадь 177 тысяч гектаров. Из них 128 тысяч – это яровых культур, 18 тысяч гектаров – это масляничная культура и 29 тысяч гектаров – это кормовая культура. В прошлом году где-то 48 тысяч гектаров пары спахали и 19 гектаров – здесь пахали зимой где-то 19 тысяч гектаров с них задержания. И сейчас идет летать вот. И одновременно в этом году 135 тысяч гектаров влага закрыли, закрыли влагу вот. И сейчас мы это купили для обработки полей 85 тысяч литров герметитов. Семена у нас проблем не было, но было некоторое хозяйство. В прошлом году у нас засуха не было. Мы сейчас брали где-то 800 тонн через агросервис. Из них 118 тонн элиты и остальные первые репродукты. Это семена все субсидируются уже. Документы сдали, я имею в заявку. Теперь вот то, что брали эти герметиты, тоже субсидируются на 50%. А элиты на 15%, первые репродукты на 20%. Субсидируются. В 2021 году где-то 11% обновления техники было. А в этом году тоже к этому уже идет. Сейчас люди поняли, что техника субсидируется 25% из республиканского бюджета и плюс 10% областного бюджета. То есть 35% их устраивает. По АГСИМ у нас проблем нет. Мы где-то в декабре месяце дали заявку. Мы отдали сокровенное правление областное. И сейчас мы на этой всем полей в роте 3000 тонн солярка. К слову всего, по району сферы растениеводства задействовано 107 крестьянских хозяйств, 15 ТО и 3 СПК.